Добрый день, дорогие друзья! Одесса не только дает всему миру таланты, Одесса еще и собирает таланты у себя во время различных международных фестивалей, конкурсов, обширных концертов, международных событий. Конечно, иногда внешняя среда пытается вмешаться в дела Одессы, но Одесса всегда сможет договориться с внешней средой. Так, события на фоне международной пандемии, не побоюсь этого слова, попытались помешать проведению фестиваля имени Дерешелье, который происходит у нас в родной Одессе. Но с внешней средой мы всегда можем договориться, особенно с помощью интернета. И настоящей одесситке, президенту этого фестиваля Елене Ананьевой, которая является прекрасным поэтом, прозаиком, журналистом, настоящей патриоткой Одессы, никакие внешние обстоятельства не могли помешать ее желанию провести в этом году какое-то фестивальное мероприятие, которое объединит всех возле Одессы Дюка-де-Решелье. И вот мы с вами начинаем аномальное явление – фестивальный марафон «Бриллиантовый Дюк», который в виртуальном пространстве соберет и талантливых одесситов, и гостей нашего фестиваля. И прежде всего я хочу предоставить слово известному киноведу, кинокритику, члену правления Национального союза кинематографистов Украины, действительно заслуженному работнику культуры Украины, который очень многое сделал за всю свою жизнь для формирования этой культуры, для воспитания поколений, которые должны разбираться в искусстве, знать и любить то духовное наследие, которое нам оставлено. Очень хорошему, талантливому человеку и журналисту, который является к тому же художественным руководителем фестиваля «Бриллиантовый Дюк» – правильно, это Евгений Женин. Фестиваль «Решилье», фестиваль Международной ассоциации деятелей литературы и искусств «Глория», привычное название, манящее, привлекательные идеи для тех, кто еще не знает о том, что это, и, насколько мне известно, более чем приятные и радостные воспоминания для тех, кто уже успел принять участие в наших программах за долгие годы ее существования, и тем более для тех, кто стал победителями лауреатом. Действительно, волей и неволей получилось так, и, слава Богу, что так получилось. Поистине замечательные, крупнейшие, известнейшие мастера искусств практически со всех континентов, из разных частей планеты не просто принимали участие в наших программах, но и оказывались лауреатами. Тем, конечно, приятнее всем, тем участникам, кто только начинал свои шаги, кто только вступал на путь деятельности в литературе, в искусстве, потому что волей и неволей, слава Богу, они оказывались в очень славной когорте мастеров. Что вспоминается, о чем думается, чего хотелось бы? Конечно, в нынешнем году, ну, ничего не попишешь, грустно. Отменяется Каннский фестиваль, отменяется целый ряд фестивалей. Коронавирус пока что не побежден, и потому приходится действовать в виртуальном пространстве. Приходится вот так выходить из дому, а не на сцене, как это бывало в окружении блистательных мастеров. И тем не менее, зная о том, что по традиции ежегодно проводятся торжественные, радостные, большие финалы нашего фестиваля, в частности, в Одессе, многие из звезд, становившись в лауреатами в прошлые годы, не скрывали того, что хотели бы, если бы была возможность, побывать на этих праздниках, не только появившись на экране, но и лично. Судите сами, если знаменитый голливудский продюсер Анатолий Фрадин, легендарный кинорежиссер Валерий Балаян, подлинные классики национального киноискусства Борис Савченко, Олег Янчук, Лариса Гадочникова, чье имя вообще не нуждается в комплиментах и комментариях, это звезда мирового масштаба. По сути дела, первый на сегодняшний день баритон мира Константин Риттель-Кобылянский. Это я так навскидку называю только некоторых из тех, кто всплывал с нашими лауреатами. Если все эти люди так или иначе с гордостью носят звание лауреатов Глории, наверное, это не просто комплимент нам, наверное, это не просто дополнительная ответственность каждому из нас, наверное, это все-таки безусловное свидетельство того, что за годы своего существования фестиваль Глория в самом деле стал событием далеко не местного, далеко не только одесского значения. Не знаю, как будет в нынешнем году. Собственно говоря, пока никто еще не знает, что будет дальше, пока мы все на карантине, сидим дома, транспорт ходит плохо, театры не работают, фильмы не снимаются. Да, все это нынешнее обстоятельство. И тем не менее, тем не менее, все-таки каждый раз, когда есть возможность и вспомнить наших звезд, наших потрясающих, замечательных мастеров, и пообщаться с ними хотя бы по телефону или хотя бы в режиме того же скайпа, конечно же, это радость для всех и для каждого. Мне об этом говорили в частности и на сегодняшний день первый в Украине, лучший в Украине театральный режиссер Иван Рыбский. Об этом говорили каэфеи, опереты на постсоветском пространстве, народные артисты Фроловы, народные артисты Задгородния, прославленный режиссер Владимир Конградинский. Так или иначе, получив диплом Глории, каждый из лауреатов не откладывает его куда-то в закрома, а с гордостью показывает его друзьям, не хвастая, нет, а подтверждая то, что действительно мастерство его, талант каждого из них признан мировым сообществом. И когда сейчас из тех же самых Соединенных Штатов звонит, допустим, знаменитый, легендарный, прославленный маэстро Марк Горинштейн, который сидит на карантине, он с нескрываемой тоской говорит, что вот как бы хорошо снова очутиться в наших краях, снова повидаться с родной Одессой, снова пройти не просто по этим улицам, не просто зайти в тот зал, где идут наши концерты, но и почувствовать себя своим среди своих. Вот это понятие «свой среди своих» — это не узкий клан, это не каста, нет, это сообщество и духовное, и творческое, и человеческое содружество тех, тех, кому наше дело близко, кому наше дело дорого. И независимо от политических воздрений, от взглядов на то, что происходит вокруг, каждый из нас, наверное, так или иначе, вправе сказать о себе в той или иной степени словами гения, единственного, уникального, неповторимого и фантастически фееричного Богдана Ступки, который на вопрос о том, какой политической партии он принадлежит, кому она дает симпатии, Богдан Ступка сказал, «Партии искусства». Молодая девочка, которая брала у него интервью, она не попала, она говорит, «А что это за партия?» Она создана Ступка Улыбнул со своим знаменитым прессором и ответил, «Две тысячи лет назад». Я не знаю, две тысячи по одному календарю или шесть тысяч лет по другому календарю, как угодно. Существует культура, существует искусство, существует цивилизация, и слава Богу, что каждый из нас, надеюсь, принадлежат к этой партии, пытается сделать так, чтобы хоть чем-то порадовать окружающих и хоть чем-то запомниться потомкам, не говоря уже о том, чтобы, глядя в зеркало, был повод улыбнуться и самому себе сказать, «Айда, ну, не Пушкина, а кто угодно, Айда, молодец, слава Богу!» Как будет очередной фестиваль проходить? Посмотрим. Но то, что он будет, надеюсь, это наверняка. Вы можете себе представить фестиваль искусств в Одессе без одесской музыки? Ну, конечно, это невозможно, если, конечно же, фестиваль не является сугубо оперным фестивалем. Но у нас различные номинации, различные жанры, и поэтому вообразить себе, что на нашем фестивале не прозвучит одесская музыка, просто неприлично. Она стала отдельным жанром, который, между прочим, отнюдь не гоца-гоца. Этот жанр требует прежде всего вкуса в дополнение к той тонкой легкости, которая превращает эту музыку в произведении искусств. Способностью таким образом исполнять эту музыку обладает следующий гость нашего фестиваля. Это заслуженный работник культуры Украины, искусствовед, член Президиума Одесского областного совета мира, почетный доктор искусствоведения, музыкант, меценат, профессор культурологии и, можно даже сказать, своего рода талисман нашего фестиваля Евгений Лукашев. КОНЕЦ 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 а 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 послевоенные мальчишки посидели добротворящие неугомонно рать промчались весны лесопад метели на склоне лет лихих нам надо знать что город солнечный одесса процветает а берег плещется игривая волна строка поэта время прославляет кавалергард строю и дали сна а храмов купола прям самоцветы звенят колокола звучит струна послед приходят внуки чтя заветы им жить творить вины и времена благословляю мастера палитру фортепианных звуков волшебство воздайте други здравицу молитву за луч рассветной жизни торжества литературная сокровищница одессы с каждым днем пополняется произведениями новых поколений одесситов уже заслуженных маститых писателей которых мы знаем и любим именно поэтому литературная номинация нашего фестиваля позволяет нам узнать новое произведение наших любимых писателей открыть новые имена и таланты и сейчас я хочу предоставить слово человеку которого мы все с вами знаем любим этот главный писатель журналист член союза писателей украины член национального союза журналистов украины автор свыше ста произведений различных публикаций произведение которого переведены на 15 языков мира итак богдан сушинский имя честь приветствовать вас леди и джентльмены значит в течение какого-то времени я делал вид что творчески самоизолируюсь но вдруг открыл я себя что в общем то ничего нового я всю свою полусознательную жизнь всегда пребывал в творческой самоизоляции но когда-то в рыцарские времена говорили зачем совершать подвиги если о них никто не узнает если о них не будет написан рыцарский роман так вот и у нас и у творческих людей что бы мы ни написали что бы ни сотворили главное это все таки чтобы это произведение было увиденным услышанным прочим именно поэтому я очень признателен организатором фестиваля который в течение многих лет предоставляет эту возможность общения обмена такими творческими новинками и так далее я думаю что в сентябре мы все таки сможем провести этот фестиваль так как он был первоначально задуман непосредственно общение а сейчас я хочу прочесть стихотворение на украинском языке в чекании Мессии я думаю его поймут это известная легенда о том что Моисей 40 лет владел народ вы все знаете это по пустыне пока не умрет последний родившийся в рабстве но это интерпретация уже на современную Украину а как же верил Моисей как богославил у Синаи что ось он Господи вмирает остальний раб и фересей что он остальний из ницих слух увейде завтра на святанье и на земле обитывание не запанует рабство дух народи вольными вйдут у пресвятые орданские води и мечем добутые свободы свои святыни возведут а мы ж не с племен и заброд то где же мы пять веков блукаем чи мы Моисея еще не маем чи уже давно мы не народ то он не умер ведь еще не умер в наших душах раб остальний у путах нитостей воланней живет нуртует до тепер виходит рабство мий народ не за святыми письменами раби народ жует раби рабы выховывают раби рабы высвячают раби рабы вышаются рабам дякую всем спасибо до свидания и есть люди которые дарят нам не свое выступление и не просто свою душу они создают праздник праздник своим выступлением праздник своей общественной деятельностью именно таким человеком является следующий участник нашей программы его вполне можно назвать почетным одесситом хотя он сам вовсе не думает никаких почетах он просто живет творит делает жизнь в одессе более прекрасной меняет мир к лучшему это украинский композитор певец народный артист украины ну практически создатель союза эстрадных деятелей украины николай сведюк дорогие друзья имею честь и огромное удовольствие поздравить настоящих и будущих лауреатов замечательного творческого конкурса бриллиантовый дюк и конечно же ее организатора и вдохновителя Елену Ананьеву новая песня в подарок за Одессу стихи поэта Соксении Точицкой в Одессе лето сладкое как сон на море ветер парусу подмога но главное в Одессе только он он одессит а это значит много одессит, одессит, одессит Михаил Константин Леонид и поэт, и моряк, и артист оптимист и в душе юморист мы видели одесские дворы здесь каждый дом эстониями дышит но главное в Одессе не дворы а тут о ком эстонии напишут одессит, одессит, одессит на океан и моря на океан и моря порастит и корабль его курсом идёт к берегам, где любимая ждёт днём и ночью колокольный звон мой город от тревог оберегает одессит, одессит, одессит не снится одессит, вам жиром а цвет акации душу наполняет конечно, есть другие города я ж остаюсь с Одессой навсегда в Одессе самый ласковый прибой я счастлив, что Одесса город мой одессит, одессит, одессит Михаил Леонид и художник, и врач, и юрист оптимист, и в душе юморист одессит, одессит, одессит Михаил Николай Леонид футболист, тенесист, фигурист оптимист, и в душе юморист одессит, одессит, одессит Михаил Юрий Леонид архитектор, скрипач и таксист оптимист, и в душе юморист одессит, одессит, одессит на океаны моря порастит и корабль его курсом идёт берегам, где любимая ждёт Друзья мои, всем попутного ветра как в личной жизни, так и в творчестве с уважением, ваш Николай Свидюк Спасибо На улицах Одессы звучат языки всего мира и, конечно же, спевуча украинсика мова, который для многих становится родной на каком бы языке этот человек не разговаривал с детства благодаря усилиям следующего участника нашей программы Юрия Работина Юрий Работин не просто почётный журналист прекрасный общественный деятель, который любит Одессу, любит Украину и старается сделать всё для её процветания не просто председатель регионального Одесского регионального отделения союза журналистов Украины он ещё организатор фестиваля украинска мова мова еднанья в этом фестивале также очень много номинаций начиная от театральных, заканчивая литературными, включая песенный жанр поэтический, публицистический научный и таким образом украинское слово растёт сбогачивается новыми принципами и всё это благодаря Юрию Работину ему слово Добрый день Добрый день шановные пане и депановые я хотел бы вас приветствовать Национальная спилка журналистов разом с Оленой Ананевой онлайн-концерт для представителей не только средств массовой информации а для наших земляков Одесситов дальнего и ближнего зарубежья которых очень много из нашего света по всему миру это было и может быть в будущем потому что наших действительно коллег журналистов и письменников много мешкают в других странах это может говорить что Одесситов всех стран объединяются сегодня мне хотелось бы передать витание и в Неменчину и в Израиле в США в Австралию в Новую Зеландию кто нас видит кто еще видит звичайно нашим землякам которые в СНД сегодня находятся счастье любовь и здоровье и понимание подобные концерты проходят во время коронавируса который еще витает на земной кулы но это все проходят я хотел бы сегодня прочитать два четыре а может и четыре мы же представители четвертого владения мы журналисты и национальная сплка журналистов два я про своих коллег за кордоном прочитать четыре маленькие вирши вам на суд наших шановых слушателей первое поиск И почти большая часть населения сидела дома. А может, действительно, Радовит сборчится. Далее. Мы все родом из детства. Навиала меня что-то такое, знаете, того времени. Того времени. Доле моя доле. Чистое поле. Далее. Сядь на поле. Тихо. Вдопочинь. Подиви в заднюю душу. Ти в тиши. И я в тиши. Ни души. Простер горизонта пролягав. Ностальгія. И жага. Земля. Земля. Поле-поле. Рідне поле колосом сія. Де це я? Де це я? Я в детинстві. А це молодість моя. Зрілий вік. Жнивує осень. Помятаю я все поки память серця береже. Не сумую я уже. Солнце світе. Та це літо. Сніг пішов. Та це зима. Листя сипле осень поруч. І прийшла весна. Доле-доле. Поле-поле. Рік іде. Минут роки. Чистим буде наше поле. З повіді. Роки. Та нам є про що пам'ятати. З нашого дитинства. З молодості. Зріло. Віком. Знаєте. Під час працювання в Чорноморському прокладстві. Така морська тематика. Кінцівка одного вірша. Раз додобуваємо вдома. Навіщаємо друзей. А потім знову голубає ладь Марії. Тим паче, знаєте, Отещина, Херсонщина, Миколаївщина. Славилася, славиться мать буде нашими мореходними, училищами, інститутами, академії, які випускали наших мореходів. Їх багато. Тоді в ЧМП працювали десь 35-ти. Зараз менше. Але вони працюють у всіх садоходних компаніях. І в нас закінчено нашого прямого ефіру, такого онлайн-трансляція. Потім був ще такий вірш стосовно нашого жіновства. Кохав. І знаю, що любили. Кохав, і знаю, що любили. Кохання серце відберегло. Не знаю, чи повірять мені люди, а це по-справжньому було. Було, і суперечить я не буду. Але не знаю, скільки проживу. Тебе, кохана, не забуду. Любив, любитиме. Люблю. Всім бажаю щастя, любові, здоров'я. Я думаю, зустрінемось в Одесі, не тільки в Одесі, в дальньо ближному зарубіжі. Здоров'я і благополуччя. З вами був Юлий Рабутин. Обаяння юності тоже свойствено нашому фестивалю. І поэтому много юних талантов устремляються к нему для того, чтобы реализовать свои творческие запросы, а також внести свою лепту в развитие і становлення культуры нашего города. І я приглашаю сейчас в наш марафон именно такой талант, который в своей юности, тем не менее, известен уже очень многим. Итак, певица, ведущая концертных программ, солистка Одесского областного центра украинской культуры Рубанович Светлана. Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає солистка Одеського областного центру украинской культуры Светлана Рубанович. І я щиро дякую за запрошення прийняти участь у фестивалі «Діамантовий дюк». І від мене пісня про наше улюблене місто – Одеса. Я так люблю, люблю мою Одесу Її каштанові, каштанові свічки. Зотеси Жана, Жана, Сюардеса, Це знають навіть малюки. Ніде нема, нема такої мови, Таких платанів і таких дворів. А дух припазу, припазу гоноровий, Вільніші волі, волі по готі. В Одесі ясні зорі, В Одесі чорне море, І море найцікавіших людей. А що далеко гори, То невелике гори, Ці гори привезуть нам все окей. Я так люблю, люблю мою Одесу, І двісті років, двісті років не літав. Вона манірна, манірна, як принцеса, І як рибачка не свята. Піснями жартами, жартами багата, Не допускає серце зло. Зажменю сміху, купу злата, Віддасть кому-то не було. В Одесі ясні зорі, В Одесі чорне море, І море найцікавіших людей. А що далеко гори, То невелике горе, Ці гори привезуть нам все окей. А що далеко гори, То невелике горе, Ці гори привезуть нам все окей. Есть люди, Которые сразу ассоциируются у нас Со словом «Одесса». Дюк, Потемкинская лестница, Жванецкий, Карцев, Ильченко, И, конечно же, Любимец всей Одессы, Легендарный КВНщик Игорь Кнеллер. Ми не могли сегодня обойтись Без його участия в программе. Ну, іначе, Какой же это у нас одесский марафон? Итак, я предоставляю слово человеку, О котором я буду говорить не так много, Потому що он о себе може сказати Значительно більше, Точніє і не тільки о себе, Но і обо всей Одесі. Итак, почетний член Всемирного клуба одесситов, Легендарный КВНщик, Один із основателей юморины, Сценарист, актер, режиссер, шоумен, Замечательный импровизатор, Один із остроумніших людей, Душа любой компании, Ігор Кнеллер. Дорогие друзья, Далекие и близкие, В любые сложные времена, Особенно карантинные, Всегда есть место для хорошей, Доброй истории. Рассказываю такую историю, Тем более, услышал я ее От самого Зиновия Ефимовича Герта. После войны Герт идет работать В театр Образцова. И вот первые гастроли в Киев. После спектакля вся труппа идет В гостиницу. И Зиновий Ефимович, Хромой, Перенесший 11 операций на ноге, Естественно, Отстает от своей труппы, Идет, Грустный, Что будет дальше? И нервно курит. Докуривает папиросу, Выщелкивает. И окурок, По какой-то немыслимой траектории, Летит на много метров вперед И попадает точно в урну. Зиновий Ефимович останавливается. Он такого мастерства, Такой ловкости от себя просто не ожидал. Жалко, что все артисты ушли вперед И не видят это. И в этот момент какая-то женщина Обгоняет его и говорит мимоходом. «Я видела». Зиновий Ефимович рассказывал, Что эта поддержка, Эти два слова «Я видела» Сыграли, может быть, Самую значительную роль В его творческой жизни. Вселили в него уверенность. Давайте друг друга поддерживать. Давайте также Говорить хорошие слова друг другу. За это, кстати, огромное спасибо И фестивалю «Бриллиантовый дюк», И его золотой вдохновительнице-организатору, И, безусловно, музе Елене Ананьевой. И вообще, я уверен, Что скоро карантин закончится, Вирус будет побежден, Хотя, безусловно, Немного самоизоляции нам не помешает. И тут вспоминается история, Которую рассказывал Леонид Ощ-Утесов. До революции, Тогда еще Утесов и его сестра Были не Утесовы, естественно, А в Айзбейны. У сестры Полины собиралась Группа, как тогда говорили, Прогрессивные молодежи. Они спорили, Они бурно очень обсуждали Текущие политические моменты. И, естественно, старый Айзбейн, Их отец, естественно, Это подслушал. И вот в разгар дискуссии Он услышал фразу «Пролетарии, всех стран соединяйтесь!» И мудрый Айзбейн сказал «Я не против, Главное, не в моей квартире». То есть, дорогие мои, Безусловно, мы победим И немножко одиночества, И немножко радости, И немножко юмора, И очень много поддержки Нам никогда не помешают. Будем здоровы! Когда различно творчески настроенные Неодесситы Пытаются представить Одессу Сгустком сленга И какого-то непонятного, По их мнению, Одесского акцента, В основном, Одесситы Неодобрительно качают головами. Потому что Интеллигентная Одесса Весьма обширна И глубока. Одесские мамы и папы Точно так же, Как и во всем мире, Учат своих детей Грамотно разговаривать, Читать книги, Обладевать игрой На музыкальных инструментах, И самое главное, С уважением, Интеллигентно относиться Друг к другу И к окружающему миру. Именно таким образцом Интеллигентной Одесситки Является следующая участница Нашей программы. Человек, у которого Нужно учиться Утонченности, Уважения к другим, Одухотворенности И потрясающему Багажу знаний. Я предоставляю слово Заслуженному работнику Культуры Украины, Лектору-музыковеду Одесской государственной филармонии, Ведущей нашего фестиваля, Но в настоящее время Она принимает участие Именно как творческий исполнитель. Итак, Анна Львовна Розен. Прежде всего хочу выразить Своё удовлетворение И большую радость По поводу того, Что фестиваль Бриллиантовый дюк Елены Ананьевой, Свяжавший в единую Творческую команду Очень многих людей Из разных стран мира, Продолжает свою деятельность. И мы рады принять участие Вот в таком необычном, Непривычном для нас Фестивале онлайн-формата. И, конечно, мы это делаем С большой надеждой на то, Что к дню нашего города, Ко дню любимой Одессы, Ко дню её рождения Мы сможем встретиться Традиционно, Так как мы это привыкли делать, Увидев друг друга, Пообщаться И получить от этого Огромное удовлетворение. Больше я говорить сегодня не буду. Я хочу показать Немножко другую сторону Своего профессионального владения. Хочу подойти к любимому инструменту Фортепиано И исполнить несколько приятных мелодий. Фортепиано 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 председатель Одесской областной организации писателей-маринистов Иван Рябухин. Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать всех участников фестиваля «Глория Золотой Тюк», который по традиции состоится в день празднования города-героя Одессы в сентябре этого года. В этом году эта дата будет еще вдвойне знаменательна тем, что мы, одесситы, все моряки, писатели-маринисты, будем праздновать 175 лет нашего знаменитого воронцовского моряка. К этой дате мною подготовлена книга, которая называется «Маяки. Одессы и одессины». И там я хочу прочитать стихотворение про наш одесский маяк. Воронцовскому моряку 175 лет. Как Витязь сказочный в тазоре, лучом мечом, пробивший мрак, краса жемчужины у моря, стоит известный всем маяк. Он много помнит, много знает, рождался заново не раз. Он корабли в борту встречает и с миром провожает нас. Как соркий взгляд его отцовский, горит, не указаясь в свет. Он носит имя Воронцовский, 175 весомых лет. Морской стихии украдитель, прошедший не одну версту. Иван Цихович, друг, смотритель, 63 года на посту. О нем звучало много песен, картин написано, стихов. Визитка города Одессы на веки в сердце моряков. Мы ждем фестиваля, ждем вас в гости. Всего вам доброго. Семь футов под трем и попутным ветром нашим жизненным кораблям. Всего доброго. Сотвори Господь хоть 50 Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Даже если еще будут написаны пять тысяч песен про Одессу, все равно будут звучать новые произведения, будут создаваться новые песни. Песни про Одессу пишет и следующий участник нашей программы. Прежде всего я могу сказать об этом человеке, кроме того, что он очень творческий человек, это Одессит, который болеет за свой город, болеет за свою родную страну, который пытается что-то изменить вокруг, и который, конечно же, создает проникновенные литературные и песенные произведения. Многие его знают, особенно те, кто состоит в его группе в Фейсбуке, которая освещает все стороны жизни нашего города. Итак, журналист, бард, поэт, писатель Артур Суханов. Больше фестивалей разных, нужных, веселых, значимых, чудесных, славных. Именно по такому принципу живет наша чудесная, любимая Одесса. Но фестивали, они не сами по себе происходят. Их придумывают люди. Люди, неравнодушные городу, неравнодушные к искусству, неравнодушные к жизни, в которой они живут. Благодаря таким людям и происходят такие подобные праздники, подобные фестивали. В Одессе фестивалей много, но в первых рядах фестивалей уже за последние десяток лет, хороший такой десяток лет, бриллиантовый дзюк, благодаря нашей Елене Ананьевой и Женечке Женину. Организаторам удается найти и собрать ежегодно лучших из лучших, чудесных и чудесных, славных и славных, а самое главное, замечательных, позитивных людей. Я рад, горд и счастлив, что неоднократно принимал участие в этом фестивале. И привет всем друзьям, по которым я уже соскучился. И в сегодняшний онлайн, в онлайн-привете хочу передать всем огромный привет, искренние пожелания творчества, удачи, здоровья, скорейшего возвращения из карантина, скорейшего общения уже вживую. Ну а пока в онлайн новая песня за нашу любимую Одессу маму. По-любимой, по Одессе я иду с веселой песней, наслаждаюсь и гуляю не спеша. Солнце в небе ярко светит, рифм мне диктует ветер, а мелодию поет моя душа. Солнце в небе ярко светит, рифм мне диктует ветер, а мелодию поет моя душа. мне в любимой мной одессе все и всюду интересно не скучают одессе или никогда и в любое время года у одесского народа настроение чудесное все по любимым по одессе веселый песни подпевают мне каштаны песенку мою я одессу обожаю ей песни посвящаю в них пою о том как я ее люблю любим свою одессу нашу маму и принцессу ней мы дружно весело и счастливо живем одесситам быть награда нам судьбы другой не надо оттого и песни ей веселые поем одесситам быть награда нам судьбы другой не надо а теперь все вместе ей припев поем по любимой поодессе я иду с веселой песни наслаждаюсь и гуляю не спеша солнце в небе я ярко светит рифму мне диктует ветер а мелодию поет моя душа солнце в небе ярко светит рифму мне диктует ветер а мелодию поет моя душа еще всем друзьям еще раз привет наилучшие пожелания и до скорых встреч на бриллиантовом дюке в одессе маме особенно ценятся одесские мамы и особенно те которые стараются стать мамой для всей одессы нет это не просто каламбур речь идет о женщине которая ради своего родного города прилагает максимум усилий в самых разных областях это талантливый предприниматель это общественный деятель это целеустремленный мягкий политик который следит за политическим климатом не только в нашем городе но и в стране человек которому принадлежат очень много идей процветающих по сегодняшний момент ну например продажа законсервированного одесского воздуха и прежде всего это поэтесса и автор замечательных песен которые уже давно звучат на эстрадных площадках нашего города которые ищут и открывают исполнительские таланты новых певцов и композиторов и так член союза театральных деятелей украины президент гильдии одесских предпринимателей общественный деятель поэт светлана неселевич добрый день мои дорогие друзья я счастлива что наши фестивали не останавливаются главное бы конечно чтобы наши фестивали были на воздухе на улице или зимой в больших помещениях но к сожалению мы привязаны к своим домам и творческие люди в основе своей вынуждены общаться вот посредством каких-то скайпов или других монтажей но слава богу что мы это делаем слава богу что мы не обижаемся друг на друга чтобы мы можем поздравить друг друга я бы хотела сказать что мы прошли сейчас очень сложные времена конечно и проходим и еще наверное будем проходить потому что так как мы поиздевались над нашей землей то очищение должно проходить и вот это мы его проходим и нас всех посадили по домам для того чтобы хорошо подумали что мы творим я конечно понимаю что мы в этом месяце прошли очень много праздников и праздников и и со слезами на глазах и тяжелых столкновение наших людей наоборот непонимание понимание но самый для меня большой праздник это был праздник день матери я очень люблю свою мать любила ее и я думаю что вот это самое главное сохранение в душе а самого главного это любви и уважения к тому человеку который дал нам жизнь я хочу прочитать вам одно свое стихотворение мое самое самое любимое потому что к нам ощущение потери приходит тогда когда мы уже потеряли и тогда прошло хоть какое-то время понимаете и мы тогда начинаем думать боже мой какое-то было время какое-то было счастье общение с нашими любимыми мамами стихом называется у мать благословенная у мать моя благословенная досталась мне как чудо рая ты радость необыкновенная как без тебя живу не знаю но я живу наш страшный мир любя и прохожу я сквозь него упрямо он так построит потеряв тебя я твое место занимаю мама и я совсем уже не та девчонка которая пылала без огня над всем смеялась я и пела громко зачем же ты оставила меня ругай меня и гладь свою заботу и будь всегда со мной меня любя любить тебя была моя твоя работа узнала я лишь потеряв тебя волнуюсь я и по тебе тоскую хотя тебе не нужно больше слез и память о тебе всегда целую мне не уйти от этих светлых грез у мать моя благословенная досталось мне как чудо рая ты радость необыкновенная как без тебя живу не знаю тот кто следит за музыкальными событиями в нашем городе прекрасно знает этого человека его творчество и конечно не раз сидел в зрительном зале внимая выступлению коллектива этого человека а также гостям которых он приглашает на парады да музыканты нашего города уже поняли о ком я говорю речь идет об организаторе одесских хит парадов валерии забенки не человеке безусловно творческом а других у нас в общем то и нет ни на фестивалях ни на марафонах ни на хит парадах человек самым разнообразным диапазоном репертуара начиная от популярных песен заканчивая сложными джазовыми произведениями человек великолепного вкуса музыкант звукорежиссер вокалист композитор гитарист и это все он валерий заберкин добрый день я приветствую участников фестиваля бриллиантовый дюк отдельная благодарность президенту елене ананевой которая уже 20 лет занимается поддержкой творческих одесситов и хочу исполнить песни за одессу которую мы написали с владом горчевым под названием пройдусь пешком по нашим улицам родным а мне не нужен а мне не ехать и не париж а мне милей когда дожди в садинских крыш когда каштаны и акации в цвету я не спеша по мокрым улицам бреду блестят соборов золотые купола и легкой поступью шагает к нам весна а в подворотне курит местная шпана и улыбается девчонка из окна пройдусь пешком по нашим улицам родным где счастлив был когда-то молодым и здесь живут мои родные и друзья одесса 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 ты со мной навсегда пройдусь пешком по нашим одесса одесса ты со мной 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 точно так же как любви покорны все возрасты так и искусству покорны все сердца независимо от профессий и так суровые воины очень часто проявляют самые нежные, хрупкие стороны своей натуры в произведениях, которые они создают. Следующий участник нашего марафона, генерал-командор Международного Запорожского казачьего войска, является к тому же прекрасным художником, замечательным поэтом, членом Национального Союза Писателей Украины. И сегодня мы с радостью приглашаем его в наш марафон. Итак, член Национального Союза Писателей Украины, член Союза Художников-Маринистов, поэт, прозаик, художник Олег Дрямин. Здравствуйте, дорогие друзья и все, для кого международный конкурс имени Дюка Ришелье стал долгожданным событием. В прошлом году мы отметили 20-летие конкурса. В этом 2020 году зимой началась пандемия. Большинство стран, в том числе и Украины, вынуждены были объявить карантин. Во время карантина творческие люди не перестали работать, проводили онлайн-выставки. Арт-марафоны, литераторы писали романы, стихи, статьи. На сегодняшний день карантин стали поэтапно отменять. Мы надеемся, что 2 сентября, во время празднования Дня города Одессы, соберемся все в музеи западного и восточного искусства. Картина «Ковчег». Господь Бог спасает людей и животных во время всемирного потопа. Так и нас во время карантина спасают в своеобразных ковчегах-квартирах. Эта картина хоть тоже написана до пандемии 2020 года, в 2018 году. Она называется «Ожидание» и сейчас символизирует окончание карантина, и, как в Одесский порт, заходят парусники под алыми парусами, неся с собой любовь и счастье. Тихотворение из моего сборника избранное. Тараконный базар Базар с тараконой, отжившим добром, Прилечает меня по субботам, Без дела слоняясь, Нашел я альбом старинной прекрасной работы. Лежал он средь утвари старой в ногах, Приковывал многие взоры, Тисненная кожа пестрела в цветах, И герб окремляли узоры. Его создавали на тысячу лет, Крепили замки с позолотой, Чтоб знатной семьи берег каждый портрет, Наукою втиснутых фото. В нем дамы с собачками, В шляпках, в шалках, Свои отражения хранили. Военные были в нем, Все при клинках, Что лишь офицеры носили. Внутри на обложке царел Купидон, И ангелы крылья вздымали. Листы, несомненно, Малиновый звон, И шепот молитвы впитали. Но с красными битва, И полный разгром, Бежало в Париж офицерство. Остался в далекой, Одессе альбом, Как в село родовое наследство. Утрачены фото, С изящных листов, Затерты стихи на французском, И лишь в переплете, Сто с лишним годов, Следы сохраняет искусство. Дорогие друзья, Желаю вам и вашим близким Здоровья, И до встречи в Одессе. Следующих участников нашего марафона Можно было бы даже не представлять. Их знает и любит Не только вся Одесса. Их знают и любят Во всех уголках мира. И очаровательного солиста. И замечательных музыкантов. Их творческий союз Всегда создает шедевры. И свой музыкальный подарок Преподносит действительно Любимец всей Одессы. Замечательно отзывчивый человек, Прекрасный товарищ, Очень талантливый исполнитель, Особенно в жанрах Одесской песни Валентин Куба. В сопровождении своих Постоянных творческих соратников Из группы «Мамины дети» Виктора Фольковского И Валерия Черниса. Их невероятное обаяние, Теплота, Искренность И природный артистизм Конечно, привлекает к ним зрителей Со всего мира. Итак, звезды Одессы В нашем марафоне. Прожектор шарит Осторожно по пригорку И ночь от этого нам кажется темней Который месяц не снимал я гимнастерку Который месяц не расстегивал ремней Из у меня в запасе Ильза от снаряда И сети выше Там душистый самосад Солдату лишнего Имущества не надо Махнем не глядя, как на фронте говорят Солдат хранит в кармане Выцвевшие шинели Письмо от матери до гост родной земли Мы для победы ничего не пожалели Мы даже сердце как-то не берегли Что пожелать тебе сегодня перед боем Ведь мы в вагон и дым Идем не для наград Давай с тобою Поменяемся судьбою Махнем не глядя, как на фронте говорят Мы научились под огнем ходить не горбясь Жильем случайным расставаться не скорбя Вот потому-то наш родной гвардейский корпус Сто грамм с прицепом Надо выпить за тебя Покуда тучи Над землей еще теснятся Для нас покоя нет И нет пути назад Так чем с тобой мне На брача не отменяться Махнем не глядя, как на фронте говорят Так чем с тобой мне На брача не отменяться Махнем не глядя, как на фронте говорят К фейсбуку можно относиться по-разному Но тем не менее в нем содержатся страницы людей Подписавшись на которых уже не отрываешься Следишь за их творчеством За их мыслями За общением с ними Именно к таким людям относится Одесский поэт Евгений Голубенко Его проникновенные глубокие стихи Берут за душу Еще раз доказывая Неповторимый талант этого человека Глубину и содержательность его Как человеческой личности И я с особенной теплотой Как подписчица его страницы Приглашаю его К участию в нашем марафоне Добрый день, жители земли Вы у меня в гостях Вы в Одессе И мы с вами сейчас Направимся на поэтический фестиваль Где прозвучат стихи Наших одесских поэтов Я его начну Осенние Краски рассвета И краски заката Осень сумела свести воедино Чтоб желтизною Айвовой, цукатной Выкрасить листья Добавив кармина Красным, оранжевым Бурым, медовым Сотней нюансов И сотней оттенков Осень стремилась Раскрасить портовый Город и пригород Крыши и стены Мир канифолевый Мир золоченый Переплелись Дополняя друг друга И по брусчатке В том веке мощеной Ветер проносит И за листьем хоругви Ширилась осень Звова Разрасталась Неудержимо Объемно Вулканно И на мгновение Всем показалось Это надолго На Постоянно За Сребренник Луны За Сребренник Луны За тридцать Жалких Лун Меня-то предала И напрочь Позабыла Я стар Я слишком стар Он юн Он сладко юн И удержать себя Мне дни Как волны Подсовывал Июнь И тратил Я весь пыл И в сторону Вдвигая Я стар Я слишком стар Он юн Он сладко юн И ты себя Унять Не можешь Дорогая За Сребренник Луны За тридцать Жалких Лун Я отдавал Тебя Идя К своей Осине Я стар Я слишком стар Он юн Он сладко юн И это изменить Ни я Ни Бог Ни в силах Никогда Плач, мужик Сегодня можно плакать Слезы Чудотворная вода Но и слезы Горькой боли Накибь Сердце Не размоют Никогда Плачь, мужик Заразно И занозно На распашку Плачь До чувств Шестых В путь Последний Из дому Выносит Ту, что Все поймет И все Простит Мам Просыпайся Слышишь Мама Сын пришел Встречай Его Встречай Снег На рамах Будто Соль На ранах И в зрачках Родных Остывший Чай Плач, мужик Сегодня Плакать Можно В сердце Будто В дом Вошла Беда Мама Встретить И обнять Не сможет Ни сейчас Ни завтра Никогда Один раз Увидев этих людей На эстраде Вы навсегда Останетесь Самым ярым И горячим Поклонником Этой группы Потому что Неповторимый Задор Яркий Неординарный Талант И тот Шарм И обаяние Которые Исходят С эстрады От их Исполнения Покорит Любого Особенно Наша Музыка Она может Быть Разной Она может Быть Из разных Уголков Планеты Но Она Наша Любимая Музыка Итак Одесса Клезмер Бэнд В составе Юлии Лукьяненко Сергея Криворучка И Дениса Кошелева Встречайте КОНЕЦ 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 Одесская газета Портофранко Была одной из первых Которая появилась на постсоветском пространстве В нашем городе И до сих пор остается самой читаемой Во-первых, потому что диапазон ее внимания От политических событий до явлений искусства Еще и потому, что она открывает пульс нашего города Это происходит благодаря высокопрофессиональному коллективу редакции Ну и, конечно же, тому человеку, который эту редакцию возглавляет И которого мы пригласили в наш марафон Итак, писатель, журналист, главный редактор газеты «Портофранко» Аркадий Рыбак Дорогие друзья В этом году так сложились обстоятельства Что все мы оказались на вынужденном карантине Кто-то на полной самоизоляции Кто-то на частичной Но при этом все мы занимаемся творчеством Все мы помним о замечательном международном фестивале имени Решилье И, в общем-то, надеемся, что ситуация изменится К сентябрю месяцу, когда мы планировали все вместе увидеться Накануне дня рождения нашего любимого города Одессы Вот, собственно, это предварительно то, что я хотел бы сказать Оптимистично Скажу другое Что с тех пор, как были подведены итоги предыдущего конкурса Лично я успел кое-что сделать Значит, напомню тем, кто не знает, кто я такой В прошлом году я был лауреатом Гран-при За трехтомник «Хорошо ли танк?» и нас нет И уже к концу года прошлого Я издал четвертый том Вот демонстрирую его Тоже из этой же серии Он посвящен Юго-Восточной Азии Это путевые мои заметки В этом году тоже очень много я успел Может быть, даже благодаря карантину Который добавил немножко свободного времени Подготовил большую фотовыставку вокруг света Тоже по мотивам моих многочисленных путешествий Таким образом, она состоится, как только снимут ограничения на массовые мероприятия Должна была она проходить в начале апреля Вот был подготовлен каталог к этой выставке Но, к сожалению, пока сроки тоже не определены В это же время мне удалось закончить документально-художественную повесть «О керманский мальчик», которая посвящена, в общем-то, 90-летию моего отца Известного фото-журналиста Михаила Рыбака Который, между прочим, тоже скажу Вот зерстка этой книги сейчас находится тоже у меня в работе Мы надеемся летом этого года ее издать А что касается отца, то его знали многие поколения и журналистов, и читателей И уже после его смерти, к сожалению, книга его «Записки фоторепортера» Была отмечена тоже дипломом, который у меня хранится Нашего же с вами замечательного фестиваля имени Решилье Вот такая связь времен И, скажем так, непрерывающаяся творческая эстафета Надеюсь, что у многих из вас тоже есть интересные мысли, достижения и удачи Несмотря на такое сложное время, в которое мы попали все вместе Возвращаясь к книге, к четвертому тому записок о загадочном Юго-Востоке Хотел бы вспомнить одну такую достаточно забавную историю Которая произошла со мной во Вьетнаме Значит, будучи в Ханое С человеком, который помогал нам ориентироваться Мы очень много беседовали об истории Вьетнама О том, как там происходили события Об их жизни, традициях и так далее И он с большим энтузиазмом рассказывал о том Какое большое счастье для любого вьетнамца Полакомиться мясом кобры И вот сказал, что если вам когда-то доведется, то обязательно Через какое-то время в этой же поездке я оказался в Сайгоне Ну и была возможность попасть в джунгли реки Меконг Это, вы знаете, наверное, одна из крупнейших рек Азии И вот, когда мы плыли на джонке В таких достаточно интересных местах Нас спросили, хотим ли мы пообедать Ну, естественно, уже проголодались Они говорят, если вы скажете, что вы готовы Мы можем попросить охотников за змеями Поймать вам как раз именно кобру Ну, конечно, интересно, очень хорошо И вот дальше было примерно так Подплываем мы к кому-то островочку Нам там накрывают на пластиковых столах Какие-то тоже одноразовые посудины И появляются ребята молодые Которые несут реально змею Причем при нас они ее измеряют То есть оплата идет, как правильно сказать Не по весу, а по метражу То есть чем длиннее кобра, тем дороже она стоит Дальше процесс такой Они протирают проспиртованной тряпочкой В районе ее, так сказать, головы Спускают в граненый обычный Наш советский граненый стакан Кровь И предлагают, дают вам трубочку И предлагают выпить Потом вынимают маленькое сердечко Кладут на блюдечко И говорят, что если вот это вы все Выпите и закусите Еще бьющимся на тарелочке Сердцем То ваша, скажем так, мужская сила Будет ни с чем не сравнима Честно говоря, я уже был готов это сделать Но со мной была моя младшая дочь Она бросилась буквально поперек этого прекрасного блюда И сказала, папа, не ешь это ни в коем случае Но единственное, что разбавлено рисовой водкой Кровь кобры я все-таки попробовал Вот такая вот была довольно занятная история Ну, честно говоря, в путешествиях Особенно в экзотические страны Различных такого рода ситуаций возникает немало Дорогие друзья Я надеюсь, что карантин закончится очень скоро Все мы потихонечку втянемся в обычный ритм нашей жизни И в начале сентября встретимся в Одессе На нашем традиционном замечательном фестивале До встречи! Всех поздравляю с весной И с хорошим настроением ждите дня города Одессы Ну и в марафоне на тему Международного фестиваля имени Доришелье Невозможно обойтись без слова председателя Но это будет особое председательское слово Потому что оно будет отнюдь неофициальным Мы знаем, что Елена Ананьева является Человеком в первую очередь творческим И в кои-то веки мы можем позволить ей эту роскошь Принять участие в собственном фестивале В фестивале собственной организации Как исполнитель Итак, Елена Ананьева Дорогие друзья Я счастлива приветствовать и участвовать в юбилейном фестивальном марафоне Десятилетию международного многоуровневого литературно-художественного конкурса С именем Дюка Доришелье Начался он в 1998 году в проекте «Спаси и сохрани» И мы продолжаем Главное, будем здоровы и счастливы Я очень рада, что сегодня я участвую Как автор, одесситка, поэт Мои стихи на память На каемках парей моих строк На площадках для взлета судьбы Как хочу я почувствовать ток Что ведет лабиринтом моим Что ведет, заставляет страдать Или так иронично смотреть Как и мне приходилось шагать Вспоминая и думая впрок И ломая порой мозг в тиши Заставляя идти в обход От традиций, грамматик слов Согласовывая их ритм И ломая, кружа, заведя В дебри дальше и выше гор Как же хочется понимания Ведь такая же эта стызя Как на крыльях пегаса лететь Собирая по ходу аккорд Как из нот, из кирпичиков слов Расцветает приветствий полет Передаю эстафету Поэтам, прозайкам Музыкантам, бардам Израиля Вместе мы можем больше В нашем марафоне В отличие от спортивных Нет последних У нас есть только первые Особенно если эти первые Являются продолжателями Знаменитых одесских Творческих династий Именно к одной из таких династий Не просто творческой А династий музыкальных Принадлежит следующий Исполнитель, следующий участник Нашего музыкального Творческого марафона Это талантливый человек Прекрасный товарищ Замечательный музыкант В звучании музыки Которого просто растворяешься Саксофон которого Ласкает слушателей И особенно слушательниц Да, это главный дирижер Одесского академического Музыкально-драматического театра Преподаватель оперной подготовки Нашей музыкальной академии Имени Ждановой Игорь Знатоков Музыкально-драматического театра Приветствую вас Добрый день, дорогие друзья Мы с вами находимся В самом центре Одессы Да-да, на Приморском бульваре Прямо возле памятника дюка Мы собрались В этом Онлайн-творческом марафоне Посвященном Фестивалю Бриллиантовый дюк И мы все надеемся Что в канун Дня рождения нашего любимого города Одессы Этот фестиваль Бриллиантовый дюк Пройдет В нормальном Традиционном формате И конечно же Я очень хочу передать Всем вам привет Всем одесситам Всем творческим одесситам Музыкантам Поэтам Художникам Литераторам Проживающим во всех концах этого света А мы знаем Что наши есть везде То ли Америка То ли Германия Израиль Канада Австралия Да не важно Ну А сейчас Я хотел бы Передать вам Небольшой музыкальный привет Из Одессы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Вы думаете, что наш марафон подошел к концу? Нет, вы глубоко ошибаетесь Мы просто подходим к небольшому, как говорят у нас в театрах, антракту между несколькими этапами нашего марафона Во время этого антракта вы можете уделить время себе, заняться собой, своим творчеством, подумать насчет того, а не принять ли вам участие в наших марафонах и фестивалях На этом мы субтитры Алексею Дубровскому Мы с нашими остальными участниками из всех уголков земля, мы все вместе составляем творческую семью, и так следите за продолжением. До новых встреч! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!